Конечно, второй диплом экономист, работала 30 лет по диплому, 12 лет тому назад я познакомилась с этой продукцией, с этой компанией, но до этого была я в другом бизнесе, тоже ради своей семейного бюджета экономить, чтобы с экономией. И когда я познакомилась с этой продукцией, мне предложила эту продукцию, я благодарна своему пригласителю, Сауле Байкене. Она моя спонсор, она моя путеводитель в этом бизнесе и является моим спонсором, это Бухарши Нернега, Марва Майера. Они мои менторы, они мои примеры, не только мне, многим, которые сидят в этом зале. Ну, я как, не хочу никого учить там, да, я просто делюсь, как я пользуюсь с этой продукцией. У меня была серьезная проблема, это последний диагноз, инсульт на основе давления. С первого инсульта, после этого инсульта, как вторая, каждая вторая женщина страдает хроническим пенхритом, это почечный недостаток. Плюс к этому, как кровь густеет, это сахар, уже нервные почечные, и работа у меня была такая. И все это каждый раз, только меня успели забрать, я отпрашиваюсь, обратно приду на работу, вот таким этим шла. Я, значит, не любила себя, оказывается. Я только в этом бизнесе научился любить себя. Я жертвовала своей здоровью ради этой работы. Но когда мне предложила эту продукцию, я тогда только вписывался с больницы, и, как Саулешка мне сказала, вот у нас есть такая продукция, ближайка, на твой организм, может, больше здоровья в пользу будет, как ты думаешь? Я сразу спросила, Саулешка, это же сетевой бизнес, и здесь кто есть? Ермек, Сатила и где? Она ответила, они мои спонсоры. Я тогда сказала, я буду подключаться, конечно, первые, может, месяцы, может, годы, и я буду пользоваться этой продукцией, пока я не восстановлю свой организм. И какое-то время, пока я решился, все упирается в деньги, да, в то время не было, вот, как сейчас, льготный, там, акционный, подключения не было, сразу два кредитбала. Я свои, вот это все, бюджет посчитала, и пока дала ответ, я опять поступила в больницу. Когда я лежала в больнице, Саулешка принесла мне зеленый каталог, в то время не было цветного каталога, и с этим цветным, с этим зеленым каталогом я подошла к своему лечащему врачу, к заведующему отделению. Лариса Борисовна, она сказала, потом посмотрю, отвечу позже. И где-то к пяти часам, когда они уже собрались уходить, она подошла, говорит, я сегодня дома посмотрю, завтра утром после обхода подойдешь. И вот так она мне отметила всю продукцию, и она сказала, когда мне дала книжку, сказала, дружанка, ты не боишься от болезней, болезни от тебя боится. Чтобы укрепить свое здоровье, свой организм, восстанавливать теле, стоит это все пить. Она не сказала, что карма позволяет или что, или Саулешка не спросила этого, ты можешь все это. Но я решила, приняла решение, буду пить. Потому что я поняла в тот момент, когда я лежала в больнице 14 дней реанимации на этой койке, жизнь дорога действительно. И она принесла каталог, и я ей сказала, все, мне вот это и надо. И она говорит, как раз в Тачи почти все есть. Я говорю, хорошо. И сумма была определенная в то время, тоже соответствовала своему времени, да. Она зарегистрировала меня, и мы ждали товар, продукцию. Два кредит балла, это Тач. Пока этот Тач нам пришла, я пока получила. В один прекрасный день, Саулешка, я задаю Саулешку, у меня нету кроме каталога, ничего нету, ни одной продукции. Я спрашиваю, Саулешка, это от чего? Это как пить, как я буду дальше? Она говорит, Гульжанка, ты знаешь, в Алма-Ате будет такая классная встреча, приедет человек, который более 17 лет пользуется этой продукцией. Да, где-то 16-17 лет. Он хорошо знает эту продукцию. Можешь поехать на эту встречу? Я согласился. Я говорю, тогда мне надо расписку оставить и отпроситься своим ходом, надо добраться в Алма-Ату. Я Саулешке звоню вечером, говорю, Саулешка, купи мне билет, вот мое удостоверение, заберешь, и я с тобой поеду в Алма-Ату. И вот мы поехали в Алма-Ату, уже я на два кредитбала подключена была, заключила контракт. И как мы в Алма-Ату приехали, нас встретил там в огромном зале Атила и Микол Шбергич. Он так рассказывал про эту продукцию. Мне хотелось все пить и пить и пить. И второй день была встреча, это мастер-класс Соня, провела Райха Мишмен. Чтобы попасть на эту встречу, нам надо было еще купить на два кредитбала. Это Тач Соня со всеми этими своими ченами. Там все-все есть, в общем, для рабочих, для этого. Я и этого купила, чтобы попасть на эту встречу. Но в то время я о красоте не думала, просто мне интересно стало, чтобы посмотреть, какие изменения, какие эти будут. И вот мы как вернулись домой, я начала пить продукцию. В то время у нас не было такого, сейчас как из всяких по интернету мы знаем, инструкции мы знаем, да, какие-то уже опты есть у людей. Сейчас кто строит бизнес, им вообще легче думать. Когда я начала пить, мне рекомендовали сперва начинать желтый сок, пробьете и чай. Ну, я как начала пить, как мне сказали, на полтора литра, не на два, чай приготовила, начинаю пить, давление снизится, мне хорошо. Но у меня приступы, часто стало приступы. Потом я думаю, на какой основе у меня приступы. Почему? Где-то вот со стороны правой это, это желчный пузырь. Ну, там у меня был камень, он прямо с одним концом стоял, прямо на протоке. Я всегда так-так соблюдала свой диетный стол, вот этот диетный, пятый стол. И обратился к врачу, говорю, ну, вечером меня увозят, утром опять я отпрашиваю, что уже сижу дома, там они ставят блокаду, все нормализуются. И в один прекрасный день, в таком этом приступе, знающий доктор мне говорит, у вас, вы чем пользуетесь, что вы пьете? У вас уже камень с того места делается, теперь она внутри этого не может найти свое место, и у вас часто приступы. Не дай бог, это опять встанет на проток, может быть хуже. Я спросила, а что можно делать? Кроме операции есть что-нибудь? До этого, потому что у меня было уже 7 операций, я сыта была с этим операциям, хирургические вмещательства. И она говорит, она УЗИ, она говорит, вы знаете, можно раздробить. Я не сказала, что алоэ пью. Я домой пришла после этого. Они меня привезли и оставили дома там. Ну, как постоянный пациент, это там возитель скорой помощи, я попросила, пожалуйста, отвезите меня домой, я не хочу здесь. Опять оставила расписку, приехала домой и начала листать. Оказывается, этот чай желчеволный. Я сразу убрала чай со своего рациона, опять начала читать каталог, там, оказывается, есть натурмин, поля зелени, и проблётик я в тот момент уже остановила, и абсорбенцию я начала уже изучать продукцию. Не по рекомендации я начала изучать продукцию, и моим руководителем это была вот эта книга «Алоэ божественные растения». Я часто пролистала, для чего, как и какой состав здесь. Всё я прочитала, ознакомился, и начала себе создать свою рацион ежедневный. И в тот момент я ещё активаторы услышала, уже начала капать в глаза, и думаю, как надо раздробить. Раздробить камень можно, это минералами. Самый необходимый. И аминокислоты хорошо помогают, если она действует нормально. Для этого должен организм, поджелудочный железо хорошо работает. И сейчас я буду говорить об этой продукции поддельности, как я начала пользоваться на следующем сайте. Это следующий сайт. Следующий сайт, это вот когда я начала. Это вот это, которое я первой начала пробьёте, чай и сок. Дальше я изучаю эту продукцию. В следующем сайте я хочу рассказать вам о натурмине. Останавливается особенность на натурмине. Ну, о компании многие, наверное, знают, кто первый раз, наверное, услышав по маркетингу плану, компания вообще монополист, сам производит, сам выращивает, сам реализует. Обоснована компания в 1978 году, основатель компании Рикс Монфор. Он сам по образованию химик. Дальше. Следующая моя любимая продукция, это было сок. Это как транспортер. В нём в составе 12 витаминов, 20 минералов, 18 аминокислот. Все эти нужные элементы нашему организму, которые обновляют клетки, восстанавливают одновременно. И основная масса, это основа жёлтого сока начинается. Ну, я жёлтый сок утром 30 грамм, как обычно, вечером перед сном 30 грамм. Она делает свою работу, основной на пищеварении работает. И очищая наш организм, уже наши органы будут принимать все эти витамины, макро-микроэлементы по своей норме. Дальше. Следующий. Это есть чай. Но в чае есть именно в составе, который нормализует сахар крови. В тот момент у меня сахар был 17, потому что густой кровь, когда кровь густеет, любого человека может возникнуть тромбы. Это точно. И надо вовремя разжижать кровь постоянно. Поэтому я, как сказала, убрала пока чай. У кого каменные болезни, я не рекомендую чая начинать. Я вместе с чаем рекомендую побольше воды. чай. И как мы знаем, она нормализует давление, снижает. У кого анемия тоже, горячим виде не стоит пить, потому что она расширяет сосуд горячим виде, и циркуляция крови меняется, у человека, у кого анемия, они вообще могут снизиться. Поэтому у кого анемия, недостаточно же, железодефицитный, они должны пить прохладное в виде, чуть-чуть, теплым виде можно. А у кого давление высокое, страдает артериальное давление, им стоит пить этот чай сразу, как вы, готовите в течение 20 минут постоять, и после этого сразу можно принимать. Я убрала этот чай, пока не раздробила, почти год не пила чай. Вместе чая я пила воды. Дальше следующий, это мой любимый витамин, это натурмин. Натурмин, сам название говорит натуральные минералы. Минералы для правильного сустава, это состава жидксти тела человека нужно, и производство крови, и костной ткани, и параллельно также для правильной работы нервной системы работает. Натурмин в составе все наши кальции, бром, холи, и она сбалансирована. И самое главное, у кого поджелудочные железы проблема, у кого нарушение гормон, щитовидные железа, я всегда рекомендую натурмин. И она одновременно на раздробление этого камня очень хорошо действует. я начинала натурмин сразу, как каталог написано, по две таблетки, три раза в день, я уже чувствовала тяжесть желудка, потом думаю, у меня желудок вроде бы нормально работал, почему, от чего, опять задаю себе вопрос, опять ищу по этим, как в то время, инстерраме не было же, по интернету, начала изучать оказывается макро-микроэлементы лучше пользоваться, когда камень не болезнен, когда еще только начинаем мы, очистка организма чуть не прошла, поэтому лучше во время еды. Она быстро растворяется, но усваиваемся над время оказывается. И как сам название говорит, макро-микроэлементы они дают осадки, поэтому я обычно до еды попробовала, после еды попробовала, все равно была тяжесть в желудке, потом я начала во время еды. С того дня я всегда во время еды пользуюсь натурминой. Натурмин, как сам я вам рассказала, она разжижает кровь очень хорошо. Данный момент, сегодняшний день, связан с этим нашим вирусными болезнями, да, ковидом натурмин, каждому человеку стоит пить, пользоваться, потому что он хорошо разжижает, потому что у нас сейчас чисто комедов, одновременно у кого нарушение гормона, на это очень хорошо влияет, и щитовидные железа, конечно, один из болезней, да, нарушения гормонов, мы знаем хорошо, и этому тоже. Дальше следующая наша моя любимая продукция, это был абсорбент, абсорбент, я просто так, витамин С думала, оказывается, она на печень хорошо роль играет, важный, абсорбирует, сам название, говорит, и тем более он присаженный на отрубы, в организме дольше держится, и вводится как можно, обычно любой момент мы из организма вводим больше количества, чем принимаем витамин С, и баланс нарушается, баланс нарушается, поэтому я извиняюсь, здесь звонок, это основа нехватка витамина С, возбуждение раковых клеток, поэтому я любила этот абсорбент, но когда у вас тоже были моменты, может встретиться в дальнейшем, когда я начала пить вот этот алоэ, она же разъезжает все шлаки, токсины со стены нашей кишечной и этой же флоры, и смывать надо с водой или с этим чаем мы пьем для этого, но я воды в тот момент сильно не любила, потому что почечный недостатус, и у меня началась проблема, плюс это запоры, как обычно, и когда я ознакомилась с витамином С, я начала до еды за 20 минут 2-3 таблетки абсорбента и пью 250-300 грамм воды, но в день я пила в тот момент всего лишь литр воды, если вот так сейчас я сравниваю по норме, и весом я была 105 килограмм, и это же ненормально, надо больше воды, и когда вот я начала абсорбент пить, уже с водой, у меня намного легче стало, и стало уже другое, это система циркуляции внутри, и начала увидеть результаты уже, уже менялся уже, как со стороны людей смотрели, уже начали говорить, вы чем пользуетесь, у вас уже вес как-то уходит незаметно, говорит, и у вас цвет кожи уже меняется, я тогда просто ответила, вы знаете, я же пью алоэ, так я ответила всем, и направилась Саулешке, я благодарна сегодня еще раз говорю с Саулешкой, что она всегда консультировала вовремя на все вопросы, если сама не знала, она вышла на связи другие, и нашла на все вопросы ответы мне, я благодарна Саулешке сегодня, и после этого, как начала пить абсорбент, я уже увидела результаты, что это на заборы очень хорошо работает, уже кишечная флора чистится у меня, я этого уже увидела, я всегда наблюдала своим этим, когда ходила в туалет, все это я наблюдала, какой процесс шла, что дальше самый любимый мой, до сих пор я не этот до сих пор я пью, это чеснок тимян, чеснок тимян, это нормализует обратно как не антибактериальный или антипаразитальный я пила как рожжающую кровь я пила, как мне посоветовали я пила, я по две капсулы два раза в день принимала, но сейчас их-то нету, вместе этого я сейчас пью побольше дозы натурмина, чтобы рожжать кровь. дальше следующее это мой любимый палеозелени палеозелени я каждый день раньше принимала по две штуки три раза в день, а каждый день я сейчас принимаю как профилактика, как поддерживающий по одной таблетке три раза в день, она нормализует сахар крови, она работает на кишечную флору, как сама эта талиозелень и эта мультик клетчатка. И на нервную систему очень хорошее влияние окажет, поэтому для легкой очистки я всегда рекомендую, не каждый второй сейчас сможет купить программу С-9 или там Вайту, я просто рекомендую сейчас людям для легкой очистки. Сперва заинтересуюсь у вас какие вообще диагнозы, если вы пришли ради продукции, значит это здоровье проблема. Поэтому, как Ирика всегда нам сказал, если человек пришел за продукцией, значит здоровье проблема. Если человек сразу интересуется сколько денег, тогда это уже финансовая часть. Если человек интересуется куда можно поехать, какие путешествия, это уже человек любит путешествия. На все вопросы всегда он нам готовил все ответы. Поэтому основном, как я сама начала с продукции, у меня были основные вопросы, и это есть лазерия. Я рекомендую легкие очистки, это сок на месяц рассчитано два сока, плюс к этому поля зелени, натурмин, абсорвент, и плюс у кого камень болезненный или киста, я рекомендую этот активатор. Абсорвент само собой как витамин идет, и поля зелени. Поля зелени, она можно, если для желчи пьем, я рекомендую растворить, конечно. А если просто как для профилактики, для роста волос, для этого, как говорится, на этот уход лица, тогда я рекомендую просто во время еды по одной таблетке три раза в день. С того момента у меня сейчас сахар 5,1 бывает, 5,3 бывает, это самый нормальный. Зрение у меня восстановилось сейчас, тут раз я взяла очки для данного этого минус полтора и одна минус 75, 1,75 да. У меня было зрение минус 7, минус 5, это как основа у меня сахар, связано с этим было, плюс еще все сосуды и капилляры были уже сужены связаны с этим густением крови. Дальше следующая продукция это омега. Омега я даю с первого дня рождения моим внукам, я сама люблю. Когда я 40 лет дружила с этой аптекой фармахемии, я больше любила омегу, потому что омега расчижает сосуды, я только этого знала в тот момент, для нормализации давления, но от этого никакой пользы не было, я только надеждой пила, пила, пила те омеги. А сейчас омега очищает наши сосуды от холестериновых бляшек, но холестерин должны быть в своем норме балансированным. И вот все наши в нашем организме должны быть и соя, и ликотиты, и эритроциты, все-все должны быть, но в своей норме. Сейчас тоже холестерин в норме, моему отцу 85 лет, и он тоже любит вот эту омегу, омегу, аржи любит, и сок суставной фридем пьет. Иногда вот муф или активха, активха не было, и когда я в этот раз привез этот активха, он говорит, о, появился это, купи мне еще две штуки, я говорю, еще будет. Омега это очищает стенки сосудов, поэтому она на зрение очень хорошо, она на печень по одной, качает два раза в день, и на желудок очень хорошо влияет, поэтому омега очень важный витамин, ну, витамины очень важные, но у каждого свое есть действие на каждый орган по-своему. И дальше. И потом я включила в свой рацион прополис. Почему прополис мне никто не рекомендовал, я просто прополис в рацион включила, чтобы оно антибиотик натуральный. Я думала, у меня и суставы были расшатаны, и все организмы воспалены, чтобы снимать воспаление, надо пить это прополис. Но я прополис сильно так вначале не любила, потому что там такой вкус, да, но я вместе с маточным молочком всегда пользовалась. Потом уже я привыкла и начала сейчас каждому человеку, кто воспалительным процессом страдает, как сильнейший антибиотик, я рекомендую прополис. Вместе с этим сперва где-то 15-20 дней попейте легкую очистку, потом включайте туда прополис можете, аржи можете включить, потом еще можете туда кардиохелпс включить для укрепления стенки этого желудочного мышцы и для стенки сосудов для сердца очень хорошо, потому что там составе Q10 есть. И я когда начала прополис пить, у меня сильные кашли начались. Оказывается, она поднимает все этот, который до этого уже обострение шло у меня, потому что столько антибиотиков, столько этих фармахимии я пила, я не знаю, люди же таскаются с пакетом, я не таскала, просто я свою дневную порцию положила на маленький этот, пакетик маленький и всегда с собой носила и пила в день минимум 20-25 таблеток фармахимии. И вот на этой основе у меня уже печен была проблема. Дальше следующее это как я говорила маточное молочко. Она как омолаживает клетки, она как восстанавливает, она у кого часто бывают вот нервные стрессы, нервная система нарушения, им очень хорошо помогает. Я днем только одну таблетку рассасываю, маночку, чтобы организм полностью отключился. Я сейчас пью чай вечером, да, и мозг, чтобы отдыхало. Я под язву положу когда два, когда один маточное молочко. Это вообще супер жизнь будет. Дальше следующее это лайсиум плюс. Я когда листала каталог, я нашла лайсиум плюс, тоже как антибиотик, но она мне как-то Майра рассказала, они были в каком-то семинаре на ралли международном, и она когда приехала сказала, вы знаете, лайсиум работает на очаг. В тот момент ему такого не было же, лайсиум именно работает на очаг. Я тогда взяла, потому что у меня уже печень не в нормальном состоянии, да, уже нарушения столько было с этой фармафемии, я начала пользоваться лайсиумом. с того дня я уже у кого легкий кашель идет, урви, или насморк идет, или печень где-то проблемы, крови, я сразу рекомендую пить лайсиум. Лайсиум надо рассасывать, он так тверд, но рассасывать очень хорошо, потому что она через слюни, как система на весь организм действует быстрее, чем глотать, пить водой, поэтому я рекомендую, я сейчас делюсь со своим опытом чисто, я не врач, я как самопользовалась этой продукцией, я всем говорю о своем опыте, я себя экспериментировала, я экспериментировала своего отца сироз печени, я экспериментировала свою зять от псориаза, все эти болезни в моем семье, в моем кругу было, поэтому мне пришлось два года пить продукцию и экспериментировать, увидеть результат, только потом начала этот бизнес, в бизнесе я полностью, если сказать, девять с половиной года, если точно сказать, а так я два года экспериментировала от этого, лайфим, как отхаркивающий многие понимают, но она одновременно тоже очистка крови очень важную роль играет, потому что она на печень работает, а печень фильтр наших кровей даже. Дальше тоже по соответствующей дозе спросите у своих пригласителей, что, как пить, они тоже знают, не только я одна здесь, здесь сколько в зале сидит людей, они все почти знают, кроме новеньких людей даже. Дальше следующий это продукция это CardioHealth. Когда мы увидели CardioHealth, сейчас это другое название, когда мы увидели CardioHealth, я так любила, что в мое сердце дальше будет сто процентов работать. И действительно, это моя вера была, наверное, в продукции. В прошлом году меня сняли с учебы. Убрали инвалидность и сказали, что вы стопроцентное здоровый человек. Я рада этой продукции, я рада компании Forever, я благодарна своему спонсору, своим спонсорам, я благодарна Рексмону, что он делился с этой продукцией, со всеми людьми всего мира. Я Cardio, сперва мы начали с соком отдельно по одной пакетик, а потом, когда опять мы в Турцию на какой-то встрече были, и она, услышав там, делился этой информацией, сказала, можно делать бомбу. Через некоторое время, в то время у нас аржи не было, я ждала этот аржи с нетерпением, да, как я ждала с 9, когда услышала первый раз, точно так же я ждала вот этот аржи с нетерпением. Когда мы получили аржи, как Майя сказала нам, надо делать бомбу. У кого проблема сердечной сосудистой, вам лучше пить бомбу. Эта бомба как делается, кто как делает, но я делала так, на литр сока добавила 12 пакетиков кардиохса и плюс 8 пакетиков аржи. Ну, кто 6 добавляет, кто как добавляет, но я так побольше аржи, но 2 пакетика больше, но я начала пить, я уже чувствовала, что сердце уже стало работать нормально, потому что уже адышки не было у меня, как начала пить эту бомбу, я спокойно, когда нервничею, у меня такие срывы не было уже, нормализовался нервные клетки, думаю, уже после этого, я увидев результат, я начала рекомендовать всем людям это кардио и аржи. Кардио я еще рекомендую, посоветовавшись с этим нашим врачом, который врач от Бога, Гульмира Есенина всегда я концентрировался, какие-то продукции я начинаю, или какие-то новые эти информации слушаю о болезни, я изучаю обратно продукцию, составить какие есть элементы, состав какой, и сравниваю медикаментозным препаратом, потому что там энное количество есть наших препаратов натуральных, а остальные все синтетикажи, поэтому я начала любить вот этой продукции. Дальше следующий это всем сейчас наверное любимый период простуды, и это а это гинкоплюсь. Гинкоплюсь я сразу через полтора месяца начала пить, я в то время начала пить полной таблеткой, я же говорю, мы по каталогу работали, а сейчас я уже когда рекомендую, по осторожности смотрю, потому что гинкоплюсь это одна таблетка целая сразу начинает, это будет какие-то обострения, поэтому одну четвертую часть, одну вторую часть начинаем, а в тот момент я начала сразу по одной таблетке, у меня такие были головные боли, голова стала как шаром у меня, не только вот это давление, вот это вообще голова стала шаром, я начала опять обращаться с Саулешкой, потом Саулешкой обратился Майя, потом Майя говорит, давай спросим у этих Набоковых, и Ерекем позвонила Набокова, Набоков говорит, по малой дозе начинает пускай, ну я же не такой врач, я же хирург, у меня скальпель только, он так смеется, да, и он сказал, надо уменьшить дозу, я когда уже уменьшила дозу, у меня уже нормализовался, вот, с того момента, у кого глазное давление, у кого внутреннее черепное давление, даже с малых лет, можно одну четвертую час, один раз в день, я рекомендую детям, которые страдают внутренней черепной давлением, да, и у кого головные боли, мигрены, этим людям, потому что это чистит капилляры, мелких капилляров, и она очень важную роль играет при очистке печени, потому что печень состоится из мелких капилляров. Дальше следующее, это есть, вот такие у нас препараты, но у нас было аржи, я извиняюсь, слайд не полный, но в дальнейшем я буду уже этот, сегодня компьютер не работал, я благодарна своему партнеру, Светлане, вот сейчас мы многим рекомендуем вайтл, но я от своего опыта знаю, что сразу, если пока не начинал легкую очистку или не пробовал хотя бы одну бутылку сока нашего желтого, да, хотя бы один месяц желтого сока с поля зеленью или пробьете камни пили, тогда этим людям сразу вайтл, конечно, можно, но только через 15 дней добавить аржи, почему, потому что аржи сразу расщепляет тромбы, у кого давление, у каждого человека есть, здесь сейчас есть тромбы, да, поэтому осторожностью я рекомендую аржи чуть попозже, через 15, через 20 дней включить можно по малой дозе на 500 грамм, а потом уже на 300 грамм перейти, а наши дели это как на турбин, но он богато в нем составил комплекс витамин 12, это у кого нервная система нарушения, у кого желудка проблема, поэтому дели каждому человеку, который не хочет пить много витаминов, не хочет пить лишнее этой, этим людям просто вы можете предлагать дели по одной таблетке два раза в день, она дает параллельную энергию, и на пищеварение, и на нервную систему хорошо работает, дальше у нас скоро начнется программа СО-9, я начала программу СО-9 в 2014 году, когда мы вернулись с Лондона, сразу начала программу СО-9, вот эта программа СО-9, это каждому можно, потому что здесь нету чая, у кого каменные болезни, но просто дозу где-то вы чувствуете дискомфорт или неважность, тогда вы можете просто уменьшить, это тоже опять под руководством наших фитнес-тренеров, наших руководителей, которые хорошо знают эту программу СО-9, да, и можете читать, по интернету найти, и любому человеку можно начинать с этого программы СО-9, я вас всех приглашаю, всем можете рекомендовать, вот с 4 сентября стартует уже наша этот, я уже купила эту программу, да, я уже готова сижу, и дочка со мной вместе начнет эту программу СО-9, тот раз мы со сыном были, он сейчас в Караганде, а сейчас мы с дочкой начнем эту программу СО-9. Вот кратности я делился, что я пила, но я одну сейчас оставила, у многих возникла, наверное, вопрос, а активатор, проактиватор Бульжан Саветовна так любила и экспериментировала, почему не рассказывает, я просто этот слайд не было, поэтому я по слайду шла, вообще я рекомендую активатор при раздроблении этой камни пить на 50 грамм воды, одну чайную ложку активатора и три раза в день, если у кого-то желчь нормально не работает или желча нет, тогда надо после еды, после еды, да, а если есть желчь рабочая, тогда надо пить это до еды за 20 минут, это на почке протоки очень хорошо чистит, все протоки чистит очень хорошо, вот активатор в самом первом слайде стоит, это мой любимый активатор, я восстановила зрение, плюс дополнительно пила витамины Вижн, Абит, Дакари, и еще я советую, когда легкую очистку делаете, пейте, можете пользоваться нашим коктейлем, можете коктейль рекомендовать всем опять, не только спортсмены, не только при похудении там очистка, потому что в нашем организме нехватка калий, когда нехватка калий, часто бывает судороги, даже дети маленькие страдают с такими этими проблемами, поэтому детям тоже по мере своей мерной этой осторожности можете дать нашу коктейль, там очень хорошее количество калий есть, благодарю всех вас, люблю, если есть вопросы, задайте своим спонсорам, своим проголосителям, я это уже по системе не разрешается. Гржанат, я все. Гржанат? Да, я здесь. Спасибо, Гржанат Советовна. Я вас слушала. Я вас слышу? Как мне быть? Так, сейчас я завершу конференцию, я хотела поблагодарить, хотела вас за шикарную информацию, вот, когда она передается как история, да, своя, от себя, она очень классно воспринимается, поэтому я вас благодарю от имени от всех за эту шикарную информацию, со всеми прощаюсь, и завтра в 12 нас ждет маркетинг-план онлайн. Я тоже люблю себя. Благодарю. До встречи на маркетинг-план. Все, до встречи. Всем пока-пока. Пока-пока. Желаю удачи и успехов.